Появится именно таки только в 2019-м, но вот так вот, жестко, быстро, аппетитно, нагибаторски, мы поднимаем данную званочку. Генерал, генерал, меня это не может не радовать. И всем привет, ребят, с вами мистер Ванька, и сегодня записываю новый ролик, наконец-таки я добрался до своего генерала-лейтенанта, на котором вышел отличнейший комплект, который мы сегодня с вами прикупим. Ну и конечно же затестим, здесь на данном аккаунте я звезды не набивал, до звания у нас осталось 300 опыта, это значит, что мы получим здесь наконец-таки новое звание, если не ошибаюсь, то где-то около года я не получал новое звание на данном аккаунте, могу конечно ошибаться, если вы знаете точнее, то можете меня в этом деле поправить в комментариях. Ну а мы сегодня покупаем комплект Судья, очень интересный комплект, интересен он только, как по мне, даже не тем корпусом, мне нужна пушка, мне нужен резист от Страйкера, и вуаля, комплект выходит, 7 часов у нас остается до конца уже данного комплекта, и я наконец-таки его покупаю, и мы сегодня его с вами вместе, конечно же, затестим. Где тестить такой комплект, спросите вы меня, где его можно вообще покатать, я просто открываю заданки, я смотрю штурм, я смотрю контроль точек, я нажимаю контроль точек, и мы, думаю, сейчас быстренько залетим именно таки в данный формат. Как по мне, играть на Страйкере можно везде, где-то чуть менее эффективно, где-то чуть более эффективно, но нужно понимать, что это М3, это не М4, это не мой основной аккаунт, и здесь немножечко все будет совсем по-другому, но самое, что меня, конечно же, радует, это то, что мы обязательно на данный именно таки Страйкер прикупим в скором времени устройство, и тогда уже будем нагибать неистово на данном аккаунтике, я думаю, что данный аккаунт начнет потихоньку поднимать свое звание, так как я на нем пока что особо таки не играю, но данная пушка вселит в меня, я думаю, надежду, и вообще, в принципе, уверенность играть, продолжать набивать опыт Кристалла на данном аккаунтике, но... Пока мы просто тестим, просто тестим отличный комплект, мне особо таки непривычно играть на таком Страйкере, так как я уже привык к этим, к урановой установке, к этим медленным ракетам, ну а сейчас, играя с именно таки быстрыми ракетами, не особо таки привычно. Конечно же, я забыл взять резист именно таки от Страйкера, безусловно, он нужен при игре на данной пушке, возможно, в каких-то ситуациях он не так эффективен, но по сути он всегда именно таки необходим, вы все равно сближаетесь с противником, ну и сейчас даже вообще, в принципе, в катке у противника имеется данная пушка, это значит, что мой резист как никогда может быть полезен. Поэтому давайте понакидываем, заберем здесь, я думаю, стабильно первое место, ну и вообще, в принципе, что касаемо данной пушки, я думаю, что у многих имеются вопросы, где данная пушка там может нагибать, где ее лучше не использовать. По сути, самое главное, что вам нужно сделать на данной пушке, это научиться на ней играть. Как по мне, это одна из самых интересных пушек в последнее время в нашей игре, которая реально именно таки уникальна своей физикой, именно таки. И к этому еще можно сказать то, что при данной интересной физике на данной пушке, вы также можете отлично на ней нагибать. Но все, что вам нужно, это только уметь на ней играть, если у вас с этим все хорошо, и вы отлично понимаете, как нужно действовать на данной пушке, и у вас, например, ее еще нету, либо же вы думаете покупать, покупать ее или не покупать, то обязательно я бы вам посоветовал ее приобрести и спокойно таки на ней нагибулить, разваливать и тому подобное. Короче, вы меня, я надеюсь, поняли. Остается у нас 5 минут до конца каточки, поднимем мы сейчас определенно уже эту скоро званочку, 100 у нас опыта осталось до нее. Также, ребята, не забывайте приходить на стримы, возможно таки в скором времени на этом аккаунтике я буду уже на стримах играть намного таки чаще, все-таки последнее время у нас особо таки не получается играть на мультах, так как мы набиваем звезды на моем основном аккаунте, ну и с мультами я пока пот завязал, ни заданки не выполняю, вообще в принципе не захожу на данные аккаунты, но я надеюсь, что в скором времени уже я стану не только играть на данных аккаунтах на стримах, но и записывать ролики по данным аккаунтам, если вам нравятся все мульты, если вам нравятся определенные рубрики, которые у меня были, что у нас было по бездонату, что у нас было по именно этому аккаунту банки 73, это был у нас мега нагибчик, здесь у нас имеется М4 вооружение по пушке и корпусу, которое у нас было уже с генерал-майора, то обязательно ставьте лайк данному ролику и пишите положительный комментарий, например, то, что вы хотите видеть именно такие ролики по нашим мультам, ну а не только по каким-нибудь там уникальным устройствам, еще тому прочему, но вообще в принципе в последнее время у нас особо роликами я вас не радую, но надеюсь, что в скором времени именно таки количество данных роликов у нас увеличится, есть определенные интересные темы, которые я вам хочу еще донести и в этом году, но я думаю, что что-то у нас все равно останется позади и появится именно таки только в 2019, но вот так вот жестко, быстро, аппетитно, нагибаторски, мы поднимаем данную званочку, генерал, генерал, меня это не может не радовать, все-таки данный аккаунт верно, медленно, но приближается к своей цели, к покупке еще, вернее к прокачке еще одной М4 пушки, покупке новых устройств и тотальному нагибу на своем звании, получится ли у меня это? Я думаю, что да, ничего мне не помешает прокачать здесь страйкер М4, прикупить на него устройство уран, а все остальное у меня есть? Что мне еще больше? Больше мне в принципе вообще ничего не надо на этом аккаунте, определенно один страйкер, от которого на данных званиях резиста вообще нету, к нему приобретаем топовое устройство и выкачиваем его ДМ4. Мне нравится эта идея и я думаю, что мы ее в скором уже, в будущем, очень-таки легко и просто реализуем и будем нагибулить. Остается у нас две с половиной минуты до конца данной катки, я думаю, что необходимо уже включаться немножечко-таки в игру, ну и попробовать, конечно же, вытянуть эту катку. Не смотрел я особо, какие у нас тут противники вообще играют, и я думаю, что мне стоит немножечко посводиться, занять какую-нибудь определенно боковую точку и тогда уже от нее накидывать этот большой колоссальный урон. Там у нас рельса стоит. Особо-таки непривычно играть после медленных страйкеров, играть на вот именно таком быстром, хоть и я думал вообще в принципе, что после того, как вы играете именно-таки на медленных страйкерах, то на быстрых вам будет наоборот намного-таки проще играть, но я вам скажу, что нет. Я очень привык уже к тому устройству и сейчас, когда у меня ракеты данные летят оооочень быстро, я бы не сказал, что это так привычно и я бы не сказал, что я чувствую себя прям на 100% в комфорте и мне удобно играть. Поэтому стоит уже задуматься, что мне нужно срочно его приобрести. Скидочки я, конечно же, профукал, хотя можно было вчера приобрести, но я, конечно же, победитель по жизни, который уже эти скидки пропустил. Но я думаю, что мы прикупим данное устройство без скидок в скором будущем. Все-таки все эти кристаллы у нас пойдут именно-таки, которые у меня имеются 220 тысяч на прокачку страйкера. Я не знаю, насколько сильно я его смогу прокачать. Я думаю, что где-то около 15 шагов у нас выйдет и уже тогда можно будет накопить кристаллы и прикупить устройство, пусковую установку уран, не докачивая именно-таки данный страйкер до М4. Все же первые 15, даже я бы сказал, 10 шагов являются самыми важными и самыми именно-таки прибыльными, можно так сказать. Поэтому, вкачав их, я уже буду чувствовать данную пушку совсем по-другому и буду на ней нагибулить еще больше. Отличное количество опыта на данном вооружении. Почти 700 опыта я успел выхватить на ЦПшке. 20 секунд у нас до конца катки остается и, скорее всего, мы данную каточку проиграем. Хотя есть еще какой-то мизерный шанс, что точки скрутятся, так как у нас имеются их две. Будет ли захват, будет ли, будет ли. 5 секунд остается до конца, крутится точка или не крутится? Или не крутится? Ну, хотя бы на 20-20, ну, 19-19, неплохо, неплохо. Свои три звезды, неудивительно, 700 опыта, 34 кила к 9. Отличнейший комплект. И если вы любите данную пушку, не успели приобрести данный комплектик, потому что я хотел вообще, в принципе, покупать комплект с Титаном, так как не думал, что вообще с Хантером у нас имеется такой комплект, но так как мне корпус не нужен, мне нужна была только данная пушка и модуль от Страйкера, то я спокойненько-таки беру данный комплектик и понимаю, что он реально крутой. И если вы его еще не купили, либо же вы думаете, покупать ли вам какой-нибудь вообще интересный комплект со Страйкером, то я вам обязательно советую его приобрести. Вы сами все видели. Очень легко забирается первое место и нагибается. У меня на этом сегодня все. Я надеюсь, что вам понравился данный ролик. Такой вот у нас он получился. Не забывайте подписываться на канал, если вы еще вдруг не подписаны. Также нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать новые ролики и стримы. Стримы у нас проходят 22 по МСК. Время неизменное. Бывает, она варьируется около 15-20 минут. В плюсовую, конечно же, сторону. Но так у нас выходят они именно-таки каждый день. Стабильненько. И все у нас в этом деле получается очень-таки круто. Спасибо всем. Удачи. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok